Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Елена, я ветеринарный врач лаборатории ВИТ-Юнион. Сегодня я проведу для вас оповещение о наших изменениях в бланках выдачи результатов ПЦР. С 1 апреля в некоторые тесты ПЦР-исследований внесен дополнительный комментарий к низкокопийным результатам с целью повышения клинической информативности и более доступной интерпретации. У практикующих ветеринарных врачей часто возникают сложности в интерпретации подобных результатов. Это связано с тем, что ПЦР-исследование – высокочувствительный метод и часто дает слабо положительную реакцию на поздних циклах. При этом концентрация генетического материала в пробе является очень низкой. Именно поэтому мы решили внести дополнительный комментарий в наши следующие исследования. Это парвовирус собак, вирус панликопении кошек и интеральный коронавирус собак и кошек. Образец комментария вы можете видеть в правом столбце. О самом комментарии я расскажу чуть более подробно на следующих двух слайдах. Итак, на слайде вы видите положительный результат исследования, ПЦР-исследования, на вирус панликопении кошек. При этом образец содержит единичные копии ДНК-возбудителей инфекции. Если у животного при этом отсутствует клиническая картина и вы исключаете контаминацию, то, соответственно, мы можем говорить с вами о следующем – о низкой вирусной нагрузке, о возможном субклиническом вирусе выделительстве или о недавно проведенной вакцинации кошки живой атонированной вакцины. В ситуации, когда бланк с результатом на парвовирус вы получаете подобный, мы с вами можем говорить о том же, ну, фактически о том же – о низкой вирусной нагрузке, субклиническом вирусе выделительстве и обязательно учитываем вакцинальный статус животного. Если подобный комментарий вы видите в бланке с положительным результатом на энтеральный коронавирус собаки или кошки, мы с вами говорим о низкой вирусной нагрузке, о субклиническом вирусовом выделительстве. Здесь мы не учитываем вакцинный штамм. Хочется обратить ваше внимание на то, что подобные результаты исследований мы всегда интерпретируем с учетом клинической картины у животного. Мы всегда смотрим клиническую картину крови. Например, для панликопении достаточно будут характерные изменения в анализе крови. И учитываем вакцинальный статус животного. Это при условии, что отсутствует какая-либо контоминация извне. Попробуем. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Желаю всем хорошего дня. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...